Добрый день, друзья! Спешу пригласить вас на экскурсии по нашей северной столице, прекрасному городу Санкт-Петербургу. Они пешеходные и теплоходные, самые разные, но неизменно интеллигентные, содержательные и очень, очень интересные. Мы с вами отправимся в Бандийский Петербург, Революционный Петроград, Блокатный Ленинград, поговорим о наших знаменитых городских котах, покушениях на императоров и государственных деятелей, о судьбе крейсера Аврора и Зимнего Дворца, обо всем, что будет вам интересно. На теплоходе или пешком, в выходные или в будни. Выбирайте маршруты, дату себе по душе и присоединяйтесь к нам. Все подробности по ссылочке в описании. Да, путешествие в страну Булгар на Волгом. Эта история началась в далеком Багдаде, на самом-то деле, об Асикском халифате. Как говорится, в Багдаде все спокойно, и спят седые воины на золотых шатрах. В общем, в это время, в 920 году, когда к багдадскому халифу Аль-Муктадиру пытался пробиться посол из далекой северной страны, халифат представлял из себя обширнейшую империю, которая раскинулась от Египта на западе до Великой Китайской стены, в сущности, на востоке. Огромнейший арабский мир. И этот арабский мир подчиняется духовно, да и вроде бы как светски, к багдадскому халифу, звали его Аль-Муктадир-Беллах, и вроде бы все хорошо, все прекрасно, огромнейшая армия, которая постоянно воюет и постоянно одерживает победы. С другой стороны, вроде бы великая культура, торговцы торгуют, ремесленники делают свои дела, однако это внешне, а внутри империя очень здорово уже раздирается противоречиями. Огромное количество различных велоетов, различных эмиратов, все стремятся как-то отделиться, обособиться. И приходится давить то Египет, то драться где-то на Аравийском полуострове с претендентами названия калифа, то давить карматов, то еще что-то в этом роде, да и бедным крестьянам приходится очень несладко, и они постоянно восстают. С другой стороны, различные клики придворных раздирают вот то богатство, которое есть в империи, на части. В особенности этим делом любят заниматься визири. Долгое время семейством визирий при творе халифа было семейство аль-фуратов, и вот они изначально получили огромнейшее поместье и считали казну халифа своей собственной казной, а халифу очень здорово не хватало денег. Джафар аль-Муктади Беллах вошел на престол с 13-летним мальчиком, и тут же ему пришлось пережить попытку переворота. Буквально на следующий год его попытались сместить. Был его брат Аль-Мутуаз, который вышел на один день, стал халифом. Халиф на день, все слышали, да? Его пришлось сместить. И, с одной стороны, вроде бы он дольше всех, я имею в виду, Беллах процарствовал на халифском престоле, а, с другой стороны, получилось так, что при нем империя стала угасать, угасать, угасать. Да и сам халиф Аль-Муктадзир не очень-то сильно интересовался делами своей империи. Он все это время сидел в основном в гареме со своей женой, со своими наложницами, там и мама была. И его не очень-то оттуда даже, ну, как бы сказать, старались выводить и допускать до дел в государстве. Халифу постоянно подсовывали какие-либо развлечения в чаще всего диковинных животных. Возможно, в нем пропал великий биолог в сущности, потому что вот накануне того мероприятия, про которое я сейчас буду рассказывать, из Индии прислали халифу огромное количество диковинных животных, слонов, носорогов, кто там еще в Индии водится, а в том числе огромного муравья, величиной почти собаку. Кто-нибудь из вас в свое время, наверное, слышал пластинку Старик Хаттабыч, и когда Старик Хаттабыч Волькер в уши внушал историю Индии, он там говорил, что Индия очень богата золотом, которое безустанно день и ночь добывают большие муравьи. Некоторые из них величиной почти собаку. Вот такого муравья, правда, неживого протащили нашему халифу, он долго удивлялся. Ну, что я могу сказать? Удивительно ли, что в таких условиях письмо от далекого северного правителя, которого звали, титул у него был Эль-Тебер, предводитель воинов, настоящее имя его было Алмуш, предводитель волжских болгар, которые жили вместе слиянием Волги с Камой, посла очень долго не принимали. Послу вообще было не пробиться фактически к халифу Аль-Мухтадиру. Понятно, муравьи величиной собаку гораздо интереснее. Абдаллах сын Башту по прозвищу Хазарин, так звали этого посла. Он был Хазарином по происхождению, но мусульманином. Пришлось нашему Абдаллаху провернуть целую интригу, обращаться к гулямам, ну то что-то типа мушкетеров, что ли, короля, в более поздние времена во Франции, подданные, вернее, доверенные лица самого халифа, его двора. Был среди них некий такой гулям-тыкин, человек, который родился в Волжской Булгарии, который долго в же время жил в Хорезме, это еще мы к этому делу вернемся. Ну, а сейчас был одним из доверенных лиц, если не самого Аль-Мухтадиры, то одной из придворных лиг, самого Визири. И вот через него действовали довольно успешно, передали таки письмо халифу Аль-Мухтадиру. А в халифу в письме было написано следующее. Далекий северный правитель, который уже вроде бы как сам стал мусульманином, уже 10 лет, как выпускает дирхемы с именем эмира Джафара, так он сам себя начал называть, ну, очень не уверен в вере. И поэтому просит прислать наставников вере, прислать людей, которые могут помочь ему построить мечети, кафедру, в его государстве, а самое главное, помочь дать денег. 4 тысячи золотых динаров, можно больше, на постройку крепости, в которой он будет обороняться от своих врагов. Ну что ж, халиф Аль-Мухтадиру был относительно все равно на эту тему, но придворные клики попытались внушить ему политическое положение его империи на данный момент. Давайте поймем, что это такое. Великая империя раба-басидского халифата раскинулась на юге. На западе она постоянно, постоянно и постоянно ведет войны с Византийской империей, с переменным успехом, это у них длится очень долгое время. И Византийская империя, она союзничает с таким государством, как Хазарский Каганат, который распягнулся на севере между Черным и Каспийским морем и держит самое главное для нас, это очень важно, устье реки Волги. А Великий Волжский торговый путь, который начинается в Балтийском море, в Финском заливе и закончивается в Каспийском море, он начал свою работу в далекие 6 тысяч лет назад, еще в эпоху неолит, когда первые лодки появились, и ковцы плавали все это время. А тут, в общем, всем понятно. И Хазарский Каганат тоже постоянно ведет войны с Абасидским халифатом. И вот одна из частей этого Каганата, она вдруг хочет отделиться и принять ислам. Мальмук Тадиру донесли, что это очень-очень и очень выгодное дело, ну и плюс еще чудо, целый народ присоединится к исламу. Еще восточнее, северо-восточнее Абасидского халифата находятся новые государства, тюркское государство, государство Кочевое, государство Этреков. Они, конечно, язычники, но они тоже воюют с Хазарским Каганатом. И если их заодно попытаться хоть как-то ввести в вот этот вот мир мусульманства, то это будет очень хорошее политическое положение. Они, хазарский Каганат, сумеют охватить большой дугой с востока, севера и юга. Ну и будет очень хорошо. Поэтому, подумав-подумав, решили, что посольство таки посылать надо. О чем и доложили великому халифу. Но стал вопрос, посольство-то посылать надо. А каким путем должно идти посольство? Самое простое, это, конечно, сесть на какой-нибудь корабль торговый, выйти в устье Волги и подняться до наших с вами земель. Но, как вы сами понимаете, вряд ли Хазарский Каган... Хазарский Каган, наверное, к тому времени уже бы исполнял только представительные функции. А вот бег Хазарский, которого звали Аарон II, очень сильно будет против такого посольства. Хотя войны нет, посольство явно не доедет. Был еще второй путь. Через восточную часть Каспийского моря, через государство Харазмшахов, которые все еще признают как минимум духовным своим повелителем нашего халифа Аль-Мухтадиры, подняться на север, как раз через государство Итреков, через плато Устюрт, пройти через степи, и можно было выйти. Этим торговым путем постоянно пользуются купцы из государства Харазмшахов. Ну, в сущности, и решили, что этим путем и пойдет наше посольство. Ну, и встал вопрос один, а кто, в сущности, поедет в это посольство? Ну, и тут все, кто более-менее что-то из себя представлял в басидском халифате, решили, что вот они точно никуда не поедут. Вот мы здесь, в Агдаде, у нас здесь цивилизация, все прекрасно. Тащиться куда-то на север, это не про нас, совсем не интересно. Это первое. И второе, 4 тысячи золотых динаров, которые просят царь Булгар, их где-то надо взять, а денег в халифате нет. Поэтому решили, что вспомнили альфураты, опальные визири. У них поместья было много, и они были долгое время как таким кризисным кошельком для басидского халифата, и одно из поместьй осталось. Осталось там, на северо-востоке, в государстве Харазмшахов. Называлось это поместье Арсахшумистан. Никогда не мог выговорить это слово. Но неважно. Важно, что это поместье тоже можно продать. Нашелся и человек, который купит. Некий Ахмед Ибн Мусахр, измийц оттуда. Он решил, что я куплю это поместье. Но только после того, как посмотрю, что вы, в сущности, пытаетесь мне всутить. Поэтому посольство отдельно. Я подъеду там на месте, посмотрим, рассчитаемся. Ну и стали думать, гадать, а кто, собственно говоря, возглавит это посольство. Потому что никто из более-менее уважаемых людей ехать не решился. Но при дворе халифа обретался некий Сусан Аль-Руси. Интересный человек, бывший раб. Из грязи поднявшийся Евнух. Он в свое время, будучи рабом, поднялся на том, что... Когда, помните, я рассказывал, халиф на час брат нашего Аль-Мухтадира, Аль-Мутуаз, поднял восстание, сумел на час захватить Багдад. Правда, гвардия нашего Аль-Мухтадира сместила его. И вот этот самый Муса указал гвардии, где скрывается Аль-Мутуаз. Конечно, его освободили. Конечно, он после этого ошивался при дворе. Его было не жалко. Ну и решили, вы, дорогой друг, возглавите посольство. Ну, соответственно, взяли неких муфтиев, неких строителей, но при посольстве должен был быть человек, который хоть что-то разбирается. И решили направить секретарем посольства настоящего араба. Кстати, Сусан Аль-Руси был перс по национальности. Для Мухтадира это было все равно, а вот для Алмуша это станет достаточно большим вопросом. Звали нашего секретаря посольства Ахмед Ибн Фадлан, Ибн Аль-Аббас, Ибн Рашид, Ибн Хамад. Ну, я его буду называть Ибн Фадлан. Как было сказано в фильме в свое время «Тринадцатый войн», многие, наверное, его смотрели. Там Бандерас как раз нашего Ибн Фадлана играл, Ибн. Вот. Ну что ж, его тоже направили. Он был клиентом самого халифа, человеком достаточно уважаемым, разбирающимся, но недостаточно влиятельным, чтобы никуда не ехать. Поэтому ему сказали, что, дорогой друг, поедешь. Посольство преследовало несколько целей. Целей были первые. Ну, конечно, добраться до Волги и, в общем-то, вручить письмо, дать денег нашему Алмушу. Ну, кроме этого, необходимо было добраться до торгового города Рея и до Маверонахра. Там в Маверонахре попытались отделиться некоторые товарищи, напомнить им, что отделяться – это нехорошо. И несмотря на то, что вы Маверонахр захватили 7 лет назад, мы вас поздравляем и напомним, что надо бы в центральную казну налоги оплатить. Нужно было пройти через государство Агузов, приложить им принять ислам. Там есть товарищи, которые вас очень внимательно выслушают. Некий Сюбаши Этрек, мы про него еще поговорим. Ну, и пройти через Хорезм. Однако, надо было где-то взять денег на это посольство. Так, как бы сейчас сказали, подарки. Деньги и подарки на взятки. Ну, и, условно говоря, командировочные посольство же не может просто так ехать. Посольство было большое. Поэтому командировочные сказали, вам выдадут в Маверонахре, в Рее. Там, когда письмишко вручите, мы несколько строк черкнули на эту тему. И вот, 21 июня 1921 года посольство присоединилось к огромнейшему каравану и отправилось в свое путешествие. 5000 лошадей, около 300 верблюдов, огромнейшее количество. Это не только посольство, это весь большой-большой караван. Прошли по благоустроенным и относительно спокойным землям аббасидского халифата, дошли до города Рея. В городе Рея встретились с эмиром города Рея, который 7 лет назад захватил власть. Тогда он захватил власть смерть своего брата. У них там это, насколько я понимаю, было в пределах, так сказать, разумного. Против него было выслано войско. Войско они победили. И вот уже признали. Ну и некий Ахмед Ибн Али, тот самый эмир Рея, которому отправили, он понял, что, несмотря на то, что высланное войско карательное он победил, пока ссориться с халифом не стоит, он признал. И вот посольство прибыло в этот самый Рей, добилось каудиенции Ахмеда Ибн Али. И тут с удивлением Ибн Фадлан узнает, что это безбородый юноша. Но было предложено, во-первых, заплатить таки причитающиеся деньги нашему халифу, 160 тысяч золотых динаров, ну и получить командировочные. Командировочные выдали. 160 тысяч золотых динаров сказали, ну, мы посмотрим, это дело с кондачка не решается, поговорим с халифом, с его чиновниками отдельно, а вы, дорогие друзья, езжайте, езжайте, время не ждет. И вот когда посольство выдвинулось далее, то на перегоне вдруг посольству пришлось прятаться, потому что внезапно на вот этот караван произошла атака некого Шервана Ибн Рустама Ибн Сухраба, Ибн Карана, врага халифа, одного из карматов. Посольству пришлось прятаться среди караванов, притворяться постоянными, ну, просто обыкновенными людьми, караванщиков, их прикрыли. Но, как говорится, совпадение. 160 тысяч золотых динаров, не думаю. Спрятались среди каравана и продолжили свой путь дальше. Прибыли в Бухару, в государство харизм-шахов. Пришли, долго добивались аудиенции, но в конце концов добились аудиенции Насира II Ибн Ахмета. Вот тут очень важный момент. Насира II Ибн Ахмета, дальше я буду называть харизм-шахов, чтобы уж не путаться, ему совершенно невыгодно было хорошее окончание этого посольства. Они сами неплохо торговали с Волжской Булгарией. Они уже достаточно серьезно смотрели на предмет того, что отделится государство харизмов от аббасидского халифата. И он еще признавал главой духовной нашего Аль-Муктадирна, светским главой, он уже не очень сильно хотел. Поэтому нужно было как-то попытаться сорвать посольство, не срывая его. Очень хитрая задача. Для начала он на харизм-шах поднял вопрос. А вы действительно послы? А чем докажете? А давайте мы отправим письмо халифу, и он подтвердит вашу миссию. А это два месяца туда, два месяца обратно, как вы сами понимаете. А тут зима, вообще никто никуда не поедет. Послы это прекрасно понимали. Но они напросились, говорят, зачем? Вот у нас есть письмо. Уже одно есть, верительный грамотный есть, все есть. Давайте мы отправимся. Ну, пока шли вот эти переговоры, началась зимняя пора. И посольство зимой никуда не поехало. Оно ушло в старый Ургенч и стало там ждать деньги. Те самые четыре тысячи золотых динаров. А не тут-то было. Во-первых, поместье нужно было самому Хорезмшаху. Во-вторых, в поместье был управляющий некий Альфадл Ильму Ибн Муса, кстати, славянин, из бывших рабов, которому вообще не улыбалось, что у него появится какой-то новый хозяин. Поэтому, видимо, по, как сказать, предварительному сговору с Хорезмшахов, этот самый Альфадл Ильмуса отправил на дороге небольшое письмецо тамошней полиции. Несмотря на что, в государстве действовала так называемая дорожная полиция. С описанием этого самого Ахмеда Ильмуса, Хорезмийца, который покупает посольство, покупает поместье, ну, со словами, вы его задержите там пока, подозрительный товарищ. По нему дело возбуждено, как говорят сейчас. Поэтому пусть он там посидит до дальнейших распоряжений. И его повязали. И вот, представьте себе, сидит наше посольство. Командировочные-то у них есть. То есть, если на какие деньги добраться до Ворской Булгарии, а вот, извините, четырех тысяч золотых динаров нет. И, в общем-то, не будет. Это все понимают, и поэтому от посольства отделяются и муфти, и строители. И отправляется только Сусан Аль-Руси и Банфадлан. Тыкин Гулям, который решил отправиться, посол от самого нашего булгарского правителя. Ну, и, в общем-то, небольшое количество слуг. Должны идти через плато Устюрт, а там холодно. Они 4 марта 1922 года выдвинулись через плато Устюрт, пошли по этому плато. И, как описывал Ибн Фадлан, араб, который привык к жаркому знойному солнцу Аравийского полуострова, ну, Багдада, наша одежда, это было что-то невероятное, мы не могли в ней ходить. Это были хлопчатобумажные штаны, суконные штаны, гетры, легкие сапоги, ватные тяжелые сапоги, хлопчатобумажный халат, суконный халат, шуба, сверху шапка войлочная и башлык. Ехали долго, замерзли очень сильно, но таки прорвались через плато Устюрт в марте месяца и вышли к государству Агузов, относительно новое для того времени государство, которое действительно воевало во многом с хазарским каганатом и было независимыми Агузы и Печенеги. Вот те Печенеги – это часть вот этих тюрок, которые не признавали никакого государства. Агузов было, был царь Юбаши, были, соответственно, государственная власть и был некий Сюбаши Этрек. Сюбаши – это предводитель воинства. Он, между прочим, был не просто так. Он был зятем нашего Алмуша, он был женат на его дочери и был не против принять ислам и сделать так, чтобы вся армия его приняла, ислам. Но для этого нужно было собрать собрание. Собрание собрали. Большое собрание старейшин собралось в больших юртах. Но вот ужас! Вместо того, чтобы обсуждать, принимать ислам или не принимать ислам, собрание начало интересоваться судьбой самого посольства. Стали возникать самые разнообразные предложения. А давайте их… На самом деле они, наверное, хотят стравить нас с хазарами. А давайте их четвертуем и отберем все, что у них есть. А давайте их продадим хазарам за наших пленных. А давайте, соответственно, разденем их до гола и пускай идут куда хотят. Ну, в общем, самые неблагодарные перспективы. И Сюбаши, поняв, что ничего не получается, посольство через семь дней тихонечко-тихонечко, дав им сопровождающих из своей гвардии, выставил из государства Этреков со словами «Ну, на обратном пути мы вам дадим, соответственно, ответ. А пока идите от греха подальше». И наше посольство переправлялось от фактически нашего современного Казахстана на Волгу через Южный Урал, через степи, которые были заселены печенегами, венграми, которые искали в это время свою новую родину, башкирами, которые постоянно пытались на них напасть, либо вычли выцыганить у них какие-то подарки, либо взятки, либо вообще продать их постоянно. Рабство, в общем, очень неспокойная территория-то получилась. Она, между прочим, вот эта территория, которая вдруг была заселена, вот степная полоса вот этими племенами, и была тем самым катализатором, из-за которого булгары решили отделиться от хазарского каганата, принять новую религию, потому что между хазарами и булгарами вот эта вот степь бустик беспокойных народов. Но все-таки Аллах хранил наше подсольство. Прибыли они в район Самарской Луки, стали подниматься к примерно современному Ульяновску, и там их встретили уже как долгожданных гостей. Несколько предводителей родов булгарских было отправлено нашим алмушаму на встречу. Их встретили, им поставили после долгого перехода огромные юрты. Было замечено место рядом с тремя священными озерами, где будет собрано более-менее значимое знать того времени булгарского нашего царя, и началась торжественная встреча. Та встреча была очень торжественная. Посольство зачитало письмо от халифа на арабском, а потом зачитало на тюркском языке. Когда посольство читало письмо, люди стояли. Потом царю булгар подарили халат, два знамени, а халтыкинского скакуна, они его протащили, этого скакуна от халифата через степи, через вот это всё дотащили до булгарских земель. У них его не отобрали, степняки дотащили. Было зачитано всё. Потом был пир, на котором всё показалось. И вдруг выяснилось, что среди булгар тоже не всякие люди хотят принимать-то ислам. Целое племя вдруг отделилось и сказали, да ну вас с вашим исламом. Был там у них некий товарищ Варыг, который собрал, как написал Ибн Фадлан, всякое отребье. Но на самом деле людей не согласных. И они откочевали за Волгу, туда, на территорию современной Чувашии. Это было целое племя, целое племя Сувар фактически, которые сейчас, ну во всяком случае, современные Чувашии считают, что они ведут свой род от вот этих самых отделившихся от, собственно говоря, булгар Сувар. Попыталось племя Исагелий точно так же поступить, но знать Исагелий было, видимо, связано с нашим Алмушем достаточно серьёзно, и поэтому Алмуш прикрикнул на них и приказал кочевать вместе с ним. Не посмели ослушаться. Ну что ж, много чудес увидел Ибн Фадлан среди этих земель. Я уж не буду их расписывать, скажу только об одном. Но русы, русов и славян наши арабы отделяли очень чётко. Русы ещё в 1913 году приходили, пограбили южные земли, соответственно, Каспийского моря, поэтому арабы чётко знали, русы – это одни, славяне – и другие. И русов видел Ибн Фадлан, и он увидел, он стал, как это называется сейчас, свидетелем фольклорного действия. Он стал свидетелем похорона знатного руса. И вот всё, что мы сейчас в книгах, в фильмах, в археологии говорим о похоронах знатных у русов, когда их сжигают в ладьях, когда там, значит, с ними, со знатными-то уходят рабыни добровольно, вот это всё было описано у Ибн Фадлана, оттуда всё началось это. А потом уже археологические свидетельства, саги и прочие стали известны нашим современным исследователям. Забавные они, русы, сказал про себя Ибн Фадлан. Но, в конце концов, пробыв около двух месяцев на землях в Орской Булгарии, в конце концов, стал всё-таки неприятный момент. Вызвал Ибн Фадлана, заметьте, не Сусана Аль-Руси, к которому он относился достаточно плохо, я говорю про нашего Алмуша, вызвал к себе и бросил под ноги письма халифа со словами «Вы лгуны, вот тут халиф пишет, я посылаю вам 4000 золотых динаров». «Где деньги, дорогие друзья?» А как вы помните, денег у посольства нет. Настал неловкий момент, и нашему Ибн Фадлану пришлось признаться, что, дорогие, денег в общем нет и не будет. А халиф, он как бы, мне неудобно говорить, рассчитывает, что деньги вы будете посылать в качестве налога. Алмуш долго ругался. Ну, в результате получилось так, что Алмуш сказал, знаете, что что-то как-то неинтересен мне ислам вашего толка. Вот тут нам рассказывает государство Харазмшахов, поэтому наш ислам будет нефитского толка, пожалуй. А вы отъезжайте домой с Аллахом. И посольству пришлось отправляться. Посольство не прошло незамеченным в Хазарском каганате. Поначалу мусульмане, а Хазарский каганат был многонациональный и многоконфессиональный империй, мусульмане устроили беспорядки, возрадовались. И муэдзины, и тильских мечетей, столицы Хазарского каганата, устроили беспорядки. Но Аарон II был человеком решительным весьма. Он лично неоднократно ходил в походы, поэтому он приказал мечети разрушить, так и быть, минареты оставить, а муэдзинов казнить. И в письме отправившего этому Аль-Мухтадиру еще и отписал, что если бы я не был уверен, что у вас в вашем халифате не останется нетронутой ни одной синагоги, то я бы и минареты разнес. Но, тем не менее. Итак, наше посольство вернулось в Багдад. Вернулось, скорее всего, тем же самым путем, через государство Агузов и Айтрек сказал, знаете, мы немножечко как бы подождем с принятием ислама, как-то у вас тут неинтересно. И через Хорезмийскую империю, через Хорезмий шах добился таки, чего он хотел. С одной стороны, посольство прошло, а то, что деньги не пришли, то, что не получилось ничего, это не его вина, это его тонкая интрига. И вот пришло посольство в Багдад. И они уже должны как-то отчитываться, что вроде бы как ничего хорошего не произошло. Однако нашему халифу было не до какого-то там посольства. Ему из-за Омана прислали рыбу. Огромнейшую рыбу, где для того, чтобы вынести ее во дворец, пришлось разрушать стенку. И больше всего нашего халифа интересовало то факт, что человек может войти в рот этой рыбы, а выйти через глаз не пригибаясь. Какое там посольство, согласитесь? Очень неинтересно. Но, тем не менее, написав отчет, Ибн Фадлан написал после этого такую книжку географического толка «Путешествие в страну Булгар на Волгу». Она стала бестселлером средневекового арабского мира. Он написал там многое. То, что видел, то, какие деньги, какие законы, чудеса, которые он видел и чудеса, которые он слышал. И для нас сейчас эта книга стала на самом деле одним из самых главных источников по X веку. И маленький последний штришок. В 929 году в Абагдад прибыл сын Алмуша. Он въехал в Мекку. Он привез в подарок халифу знамя, коня Степнова, вамитного холстокинца, седло и 4 тысячи золотых динаров. Такой троллинг небольшой получился. К сожалению, год для нашего халифа Аль-Муктадира выдался неудачный. В это время у него произошел очередной переворот, вернее, попытка переворота. А карматы захватили Мекку. Да мало того, что захватили. Они выломали из Каабы черный камень и на долгие 30 лет утащили его к себе. Халифам впоследствии пришлось выкупать эти черные камни за огромнейшие деньги. При этом карматы перебили до 30 тысяч паломников. Я надеюсь, что сын нашего Алмуша, хотя он ведь ехал именно в Мекку, не попал в эту резню. Но в результате получилось следующее. Хазарский Каганат устоял на некоторое время. Он еще долгие 40 лет будет держать, хотя он нападает. Волжская Булгария стала северным анклавом, самым северным анклавом мусульманства в мире. Мы и когда потом стали давить непосредственно Хазарский Каганат, это уже времена Святослава, через 40 лет, ему сначала пришлось очищать, примерять Волжскую Булгарию и совместно с Агутской империей атаковать Хазарский Каганат. Но это будет через долгие 40 лет. А я уложился в 30 минут, которые были мне отведены. Спасибо за внимание. Вот так. Спасибо большое. Дорогие зрители, у вас сейчас есть возможность задать нашему спикеру свои вопросы. Пожалуйста, поднимайте руки. Добрый день. Вот когда вы говорили про исход из Булгарии, там, башкиры и так далее, которые не согласились, исход Хана Аспаруха в Болгарию, это как? Это сильно раньше. Это сильно раньше, это примерно 150-200 лет до описываемых событий. Хан Аспарух, как вы помните, это сын Хана Кубрата. Хан Кубрат это правитель Великой Болгарии, того государства, которое раскинулось как раз в то время, которое я описываю, это Хазарский колонат, между Каспийским и Черным морем. Тогда это союзники Византийской империи и так далее. Когда умер Хан Кубрат, соответственно, это седьмой, начало восьмого века, Хан Аспарух, это один из его сыновей, у него их было много, собрав часть людей, ушел на Дунай, потому что те самые Хазары начали с востока давить булгар, захватывать их кочевия, ну, выживать с территории. И да, он ушел на Дунай, захватил славянские земли, стал основателем современной Болгарии. Но это, говорю, лет 150-200 до описанных событий. Еще вопросы? А вот там несколько рук сразу. Приветствую, спасибо большое, мои зуфы, родной Татарстан фактически. Вопрос такой, как много баек, или, скажем, как много подтвержденного в книжке Ибн Фадлана, и что на эту тему вообще можно почитать исторического и правильного? Спасибо. Ну, во-первых, безусловно, это средневековая географическая книжка. Когда Ибн Фадлан описывает свои, ну, то, что он видел, он пишет две разновидности. Во-первых, то, что он видел своими глазами. Он так и пишет, я видел своими глазами то-то, то-то. Не всегда он все это может объяснить. Ну, к примеру, в первый же день, когда произошло они прибыли в Ставку, все хорошо, он вышел, а дальше описывает, ну, наши современные историки сейчас считают, что это зорницы, ну, гроза. Он описывает, и видел я, как на небе, два вида джинов строятся между собой, два вида эскадронов, черные и красные, они сходятся между собой, идет битва, и я долго в изумлении смотрел на битву, которая идет на небе. И потом, как ко мне подошли булгары, я спросил их, что это такое, они сказали, а, это у нас постоянно, это джины правоверные и джины неправоверные дерутся между собой. Ну, вот он описывает, байка, не знаю. А башкир описывает, к сожалению, для башкир как-то очень нелицеприятно, видать, сильно они, как бы сказать, боялись башкир, он их описывает очень грязными, злыми, постоянно нападавшихся на них, нападать и так далее, и тому подобное, но как минимум описывает. И то, что на башкир надо, ну, как бы сказать, по-серьезному обратить внимание, тоже описывает. С третьей стороны, он описывает множество этнографических, как бы это сказать, даже не легенд, а обычаев. Ну, к примеру, если вы, какой-то булгарин убивает человека нечаянно, то булгары говорят, что бог должен судить тебя, этого человека кладут в гроб, гроб подвешивают между небом и землей, кладут туда, к нему еду, питье, ну, и так оставляют. А дальше, типа, Аллах скажет, что с тобой должно произойти. Вот такие вещи. Их очень много. Вот, я бы сказал, откровенных баек он не рассказывает. Он просто не всегда понимает, что он видит. Да? Большое спасибо. Очень интересный доклад, очень хорошо иллюстрирован. Я так понимаю, что у историков большая степень доверия к сочинению Ибн Фадлана еще обусловлена тем, что, судя по всему, он был человеком грамотным и знал несколько языков. То есть, большинство того, о чем он пишет, он мог услышать сам и воспринять. То есть, это ему не в переводе пересказывали, что происходит. Вот, можно уточнить, сколько языков мог знать Ибн Фадлан? Ну, честно говоря, у меня нет анкетных данных Ибн Фадлана. Сколько иностранных знает, это знает со словарем свободно и прочее. Судя по всему, арабские персидские он знал точно. Вот, возможно, ориентировался в Тюркс. Вот, на большее не могу сказать. Вот. И еще раз говорю, он постоянно вот описывает, я видел своими глазами или я слышал это от такого-то, такого-то. Вот, вот это он постоянно пишет. То есть, как бы сказать, степень арабской научности эта книга, ну, достаточно высокая. Хотя, конечно, с критикой подходить, безусловно, надо. Спасибо. А у нас вот там, в той стороне зала вопрос в конце. Добрый день. Вопрос следующий. У вас было указано, что русы и славяне, как я понял, это, получается, различные народы. Правильно я понял? Значит, по русам и славянам. Кто такие русы? У историков до сих пор, скажем так, несколько версий. Скандинавское происхождение русов, славянское происхождение русов, то, что это свободные воины, ну, и так далее, и там подобное. Важно для нас, что арабы, славян и русов четко различали. Для них это были разные вещи. Например, когда наш Алмуш писал письмо халифу, он себя назвал повелителем славян. И это все понимали, как повелитель северных народов. В местах, где обитал Алмуш, была такая именьковская археологическая культура, лично я считаю, что она дожила до прихода булгар на наши земли, хотя, опять же, у археологов есть разные мнения на эту тему. Именьковская археологическая культура это славянская археологическая культура, и булгары ее вобрали в себя. С другой стороны, кто такие русы, арабы отлично поняли, когда в 913 году флотилия русов спустилась, договорившись предварительно с Аароном Вторым за половину добычи, они спустились по Волге, ну, вышли в Керченский залив, потом по Дону, через Волгодонскую переволоку, вышли в Волгу, из Волги, вышли в Каспийское море и два года ураганили там вот по Каспийскому морю. И там арабы поняли, вот это русы. С другой стороны, славян они постоянно имели, ну, извиняюсь, в качестве рабов. Ну, тот же самый управитель поместья Арсухшумистан, господи, он как раз был славянином. И поэтому арабы и Ибн Фадлан их четко различал. Русы одно, это какая-то воинственная племя, может быть, действительно, это скандинавского происхождения, потому что ну, вот эти вот похоренные владье с сжиганием отлично потом коррелируются с археологическими находками в скандинавском полуострове. Ну, да, полуострове. Вот. И кто такие славяне, они точно отдельно знали. Ну, вот так я могу ответить на ваш вопрос. Так, еще вот там давно человек тянет руку. Добрый день, большое спасибо за доклад. Вопрос следующий. Возвращаясь к началу вашего доклада, вы говорили о пути из немцев Хазары. Был ли у него один конкретный конечный пункт? Например, каковым был Константинополь на пути из Варяг в Греки? Вообще считается, что конечным путем с юга, с Каспийского моря, это как раз великий город Рей. Рей. Город, где самые большие базары на востоке, самые богатые купцы, самые отличные товары, ну и так далее, и тому подобное. То есть, но Рей не находится на берегу Каспийского моря, от Рея приходится караванным путем доходить. Но считается, что, соответственно, вот южная часть Рей это финальная часть того самого великого Волжского торгового пути. А северной части, ну, по большому счету, это бирка, наверное. Ну, нет, не говорят, что от бирки начинается великий торговый путь. Финский залив. Здравствуйте. Вы вот говорили про муравья, упоминая про муравья, как размер собаку, там про Китай и вот джинов. Хотелось бы узнать, есть ли упоминались ли еще какие-нибудь дивные существа подобные этим? Ну и... Понял. Ну, Ибн Фадлан в своей книге пишет про народ гогов и магогов, которые запер и еще Александр Македонский за большой стеной, которые находятся на севере. И вот наш алмуш и вообще булгары говорят, что мы периодически с торговлей с северными народами доходим до этой стены и держим, между прочим, эту северную стену, потому как только эти гоги и магоги вырвутся оттуда, но тут всем конец света и настанет. Вот. И вообще тут очень важный момент. Булгары долго и упорно, и особенно в это время, держали монополию на торговлю с северными народами. Заметьте, не славяне. Вот это будет попозже. Вот. Именно булгары держали монополию на пушнину, на вот эти дары северы, на мамонтову кости и прочее, прочее. Они очень упорно не пускали других купцов на вот эту торговлю. Фула до того, что убивали. Опять же, у Бенфадлана описывается, один индийский купец хотел поехать, значит, непосредственно поторговать. Заметьте, индийский купец в Булгарии, то есть, даже в Индии знали об этом деле, хотел поторговать напрямую, но булгарские купцы говорили, не надо ту хода ходить. Там злые народы, там гоги-магоги, только мы, большие, сильные и смелые булгары с ними торгуют. Индийский напросился, его там грохнули, извините за выражение, привезли обратно, отдали родственникам, сказали, мы же говорили, не надо туда ходить. Ну, мы же говорили, что только вот мы. Ну, вот так как-то. Давайте последний вопрос. Да, то у нас время, к сожалению, заканчивается. Если что, вы еще нашего замечательного спикера можете поймать где-нибудь за сценой. Здравствуйте. Нельзя ли пару слов сказать о Кагане Россов или русском Кагане, Каганате? Ну, значит, это вообще не тема моего. Вообще считается, что изначально вот Хазарский Каганат, будучи сильной империей, держал земли вплоть до Киева. И Киев, по большому счету, был Хазарским городом долгое время. И, соответственно, там были правители, которые от Хазарского Каганата. И да, вроде есть там гнязь надписи, соответственно, русский Каган. Но к моменту нашего разговора это все уже давным-давно закончилось. Еще раз говорю, Олег уже, Рюрик уже пришел, Олег уже побывал. Наше время – это время Игоря, князя Игоря. И то его ранние, фактически, годы правления. Поэтому вот эта часть Хазарской империи, которая была распространена на славянские земли, уже давно прошли. Редактор субтитров А.Семкин